Я перевожу свою маму из одной страны в другую. Она не может оставаться в России после антивоенных художеств ее сына. Она сдала пять месяцев визу в европейскую страну. И вот накануне вылета я узнаю, что украинские официальные лица призывают европейцев выдворять русских из Европы. Даже мою украинскую мамочку с ее российским гражданством. Мне некомфортно. Равно как и некомфортно то, что украинские официальные лица хорошими русскими теперь считают тех русских, которые берут в руки автомат и стреляют в своих сограждан. Так вот, никакой автомат я в руки брать не буду. В моих руках мирное оружие. Это песня. В поколении Z есть слова. Я ни с этими, ни с теми. Меня спрашивают, что это значит. А значит, это следующее, дорогие мои. Я говорю то, что думаю, вне зависимости от того, какой стороны это касается. А вот такое слово, как стёб. Вы, вот этот момент лёгкой иронии, который есть, ну, как мне кажется, ну, во всём творчестве. Вы, это продуманный компонент? Или это просто, это ваша природа? То есть это так получается, да? Это, если не, надеюсь, что не бессознательный, а подсознательный. Но тут, кстати, бы я хотел опять вспомнить песню «Масла». Ну, она у нас сегодня герой дня. Вот. И эта песня, что называется, ну, по крайней мере, для меня, она прям кул. То есть в видеоклипе и в самой песне, и в, что в альбомном варианте аранжировки, что в концертном, нет никакого элемента, никакого элемента шаржа, никакого элемента иронии. Это просто вот лирическая песня. Вот. Ну, естественно, послушать текст, он всё равно наш. Как обычно. Он наш. Но, опять же, вот для меня это, вот, это воистину кул такая песня. Она прям звучит на концерте. Бах, всё. Прям всё как... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».